Здесь такой процесс называется центровка. Делаются проколы, формируется дно. Сейчас я буду вытягивать цилиндр, так как все работы на генчарном круге, они делаются исключительно из цилиндров. Толщина его стенки должна быть 5 км, поэтому мы его с вами вытягиваем еще раз. Когда же цилиндр у нас с вами будет готов, я его начинаю наполнять объемом изнутри. Делается это постепенно, очень аккуратно, так как глина у нас не любит острых плот и резких переходов, и куда мы с вами не торопимся. Удаляется лишнее, снизу подрезаем и с поверхности нашего изделия я также буду удалять всю лишнюю глину. И влага он у нас становится гладким по силуэту. Залужаем, делаем узкое горло. Вытягивается вверх, делается своеобразная шейка, толстый венчик, завершение нашего изделия. Видите, мои дорогие, он постоянно меняет свое очертание. И в этом процессе самое главное, что, как вы думаете? Не смешите. Не смешите аккуратность, это важно, но в другом процессе. А в этом остановиться вовремя нужно. Поэтому с вами будем заканчивать. Я удаляю всю лишнюю глину снизу, подрезаем, делаем своеобразную ножку. И нам с вами остается лишь нанести простой геометрический орнамент, символизировал он воду. Древние люди верили, если есть такой рисунок, то служило на берегах. Продукты здесь долго не портились. Таким вот образом я его срезаю и очень аккуратно мы его с вами снимаем. Куда несем? В печь. Ни в коем случае не в печь, а сушить мы его, мои дорогие, несем. Три-четыре дня он будет стоять, сохнуть, пока вся вода из него не испарится. И только лишь после этого его можно поставить в печь на обжиг. Температура обжига 950 градусов. При этом изделие наше раскалится и будет светиться, как солнце. Я его беру, окунаю в кислую среду. Оржаную муку, бурлит, кипит. Мука горит, рисунок сам образуется. Уникальность керамики в том, что одинаковых рисунков просто не бывает. Сверху воск, если их понюхать, держите в руки и дайте всем. Он пахнет воском, медом, прополисом. Для чего это делается? В воске прополис это антисептик. Поэтому все вредные вещества он бироаксорбировал. Любые жидкости хорошо здесь было хранить, они очищались. А вот молоко в кувшинах долго не кисло. Это древняя экологически чистая технология. Секрет ее был утрачен. Недавно возродили, называлась эта керамика обварная ряба вертованная. Она была известна с 10 века на территории Беларуси. Самой древней керамикой было дымление. Рыбы черные, что висят наверху. Я их раскаляю, но уже бросаю в опилки древесные. На большой температуре попадает зола, сажа, дым. Они становятся черными. Кажется, что это металл, но все же это глина, керамика. Такая технология известна была с эпохи неолита, когда люди обжигали изделия в кострах. Вот эти скульптуры точно так же выполняются по этой же технологии. Значит, от этой керамики произошла техника помоложе. Видите вот эти горшки, миски, мятые вазы, чесночницы. Или вот этот предмет. Все один способом называется молочение. Глина раз обожжена, она течет. Поэтому была масса техник. Такую керамику я покрыл уже молоком. В молоке содержится хазиин, закрывает поры, она перестает течь обратно в печь. На 400 градусов молоко сгорает, цвет получается. Металл кожу дерева напоминает, но все же это глина. Предмет мы с вами видели. Для чего он? Как вы думаете? Да, молодцы. Хором, знаете, хорошо наклоняется, удобно мыть руки. Рукомой называется. Может, второе название, кто блеснет? Я блеснул. У него в России очень хорошее название. Рыльник или урыльник, то есть у лица. Вижу, знали, молодцы. Пару слов про тотемные цацки. Свистелки. Птичка, чтобы рано вставать, не уставать. Это обычные свистки, это необычные. Наливается вода, поет соловьем. Это для деток, это для взрослых. Чайку-то пьете, подходит к концу, и официант прибежал, налил. Замашних условиях тоже работает. Ну и напоследок покажу вам нашу денежную лягуху. В период кризиса и санкций большим спросом пользуются. Гладить деньги будут. Если мало не хватает, на палец кукольный театр сами заработали. Если вам, мои дорогие, что-то непонятно или неясно, вопросы, пожалуйста, задавайте. Молодцы. Вижу, вопросов у вас нет. Хорошо, мы с вами разобрались после экскурсии. Хочу вас всех вместе пригласить. У нас выставка Ярмаха недавно открыта. Зайдите, посмотрите. А сейчас я вас обратно иду вашему экскурсоводу. Экскурсоводу. Спасибо.